День Донского поля В преддверии праздника День Донского российского фермера, который будет 10 июня, мы проводим вот эти мероприятия с нашими фермерами, но мы похлопаем в ладоши фермерам именно 10 июня, а сегодня хочу, скажем так, проведем рабочую встречу с рабочим разговором, торжественная часть у нас еще будет впереди. У нас принимает участие Александр Максимович Родин, президент АКОР, Светлана Игоревна Терентьева, некоммерческая организация защиты агробизнеса Ростовской области. Это две организации, которые у нас занимаются защитой фермеров и вопросами фермерских хозяйств, которые возникают в процессе работы. Должен сказать, что наши встречи, они очень-то плановые, регулярные. Мы постоянно стараемся слышать фермеров, те проблемы, которые есть. Они есть, и задел фермерской экономики АПК, он неизменно увеличивается, хотя бы казалось, да, там, где крупные холдинги, крупные предприятия наращивают свои объемы. Но в проценте или доля продукции АПК, фермерская и малые формы хозяйствования сегодня дают прирост, ежегодный прирост. Уже более 35% зерна, в целом более 30% продукции – это малые формы хозяйствования. Что делается для их поддержки? Есть цифры, о них можно не стесняясь говорить. У нас на сегодняшний день на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств и малых формхозяйств направлено в прошлом году 1,7 миллиарда на 500 миллионов больше, чем было ранее. Продолжается и в текущем году поддержка, должен сказать, и по малым, по короткому кредитованию. В этом году из 10 миллиардов уже выданных коротких кредитов 2,5 – это фермерских хозяйств. То есть мы выдерживаем, еще помните, установленную за балансизирующим норму не менее 20%, мы ее выдерживаем. То есть, конечно, есть вопросы доступности кредитов, наверное, вы их часто поднимаете, но они характерны для всех формхозяйствования. Что касается инвестиционных кредитов, это тоже такое важное направление. Вот там уже почти половина инвестиционных кредитов получена в текущем году, это более 2 миллиардов рублей именно фермерских хозяйств. Из общего 4,7 миллиарда по Ростовской области. В основном это приобретение техники, это не какой-то там стройка или объект, это именно вложение в основные фонды. Что касается текущей ситуации, ну вчера я, наверное, многие из вас были присутствовали на предуборочном совещании, могу повторить. Есть вопросы по ценообразованию. Они направлялись в том числе губернатором Ростовской области на председателя правительства с предложением пересмотреть методику расчета экспортной почвены, которая влияет на ценообразование закупочное по зерну. И вот мы видим, что такое решение принято. С 1 июня отсечная стоимость с 15 рублей повышена до 17 тысяч рублей на тонне зерна пшеницы. Соответственно, для расчета экспортной почвены она упала сразу почти в два раза. Составляет на сегодняшний день чуть более 2 тысяч рублей. И мы видим уже реакцию на закупочных ценах. Но пока она плавная, она пока не в тех размерах, которых мы ожидаем. Но на сегодняшний день уже 13 рублей без НДС в порту. И это на 300 рублей, чем неделя раньше идет увеличение. Мы ожидаем, что цена дойдет, должна дойти до 14 тысяч рублей за тонну. Экспорт – это направление, которое нас подпитывает. Собственно, мы имеем возможность неограниченного производства зерна, потому что все уйдет в другие страны. Сегодня это Турция, Египет, Пакистан на третье место вышел. И объемы экспорта в два раза показывают рост показателей экспорта в текущем году, в прошлом. Поэтому у нас есть все перспективы и новые, которые урожай сейчас стоит пока на полях. И виды на него хорошие. Тоже есть все перспективы продать по достойной цене. Что касается поддержки фермерских хозяйств, они у нас направлены, целенаправлены. Это идет поддержка грантовая, в основном создание молочных, мясных, животноводческих ферм. У нас идет поддержка создания кооперации, создания кооперативов, объединения фермерских хозяйств в эти кооперативы. Есть грантовая поддержка на материально-техническое обеспечение, вновь созданных кооперативов. И поддержка текущих деятельностей, это до 15% субсидируется оборот реализации кооперативов в фермерской продукции. Есть возможность просубсидировать приобретение основных средств. Тоже эти механизмы сегодня работают. Возможно, не все в них участвуют, но готовы о них рассказывать и показывать. Коллеги, у меня как бы вступительное слово, заготовленное, я его произнес. Давайте послушаем Александра Максимовича, послушаем Светлану Игоревну, какие вопросы все-таки звучат от вас, на которые надо отвечать. Пожалуйста. Пожалуйста, давайте с вас. Защита акробиза, автономная некоммерческая организация была создана для поддержки сельхозтоваропроизводителей. Мы видим, что сельхозтоваропроизводитель, он не может быть одновременно и экономистом, и юристом. У вас и так очень много вопросов, которые вы решаете ежедневно. Мы оказываем квалифицированную юридическую поддержку. Вовремя полученная юридическая поддержка позволяет дальше развиваться, точно так же, как и поддержка в получении финансирования. Финансирование мы изучаем все программы, которые есть. Региональные программы, федеральные программы. К нам можно обратиться, и мы вам подберем именно ту программу, которая отвечает вашим требованиям. На приобретение основных средств есть хорошие программы Росагровизинга. На пополнение оборотных средств такие программы, как Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства. Если вам нужны инвестиционные кредиты, мы тоже вам можем подобрать партнера. Если у вас сложности в оформлении документации, мы вам это все поможем сделать и сопроводить полностью, пока вы не получите то финансирование, которое вам нужно. Нужно оформить еще какие-нибудь документы. Пожалуйста, приходите, например, в субсидия. Очень многие к нам сейчас с этим вопросом возвращаются. Возвращаясь к юридической поддержке. Пожалуйста, перед тем, как вы подключаетесь с кем-либо договорным отношением, вы можете обратиться к нашим квалифицированным юристам, которые прочитают договор, которые изучат его, которые сделают замечания, чтобы у вас не было потом дальнейшей проблематики. Уголовные вопросы тоже наши юристы решают, земельные вопросы. Поэтому, пожалуйста, мы открыты. И если у кого появляются какие-либо проблемы, вопросы, вы можете к нам обратиться. Мы находимся возле Министерства сельского хозяйства. Это улица Красноармейская, 35, средний этаж, 32-й офис. Константин Николаевич, разрешите вопрос? Пожалуйста. Добрый день, Царский район, начальник управления сельского хозяйства. Скажите, пожалуйста, не рассматривается вопрос упрощения процедуры получения статуса сельхозного производителя. К сожалению, у нас на сегодняшний день два фермера приехали, которые зарегистрировали в текущем году. По факту государственная поддержка используется через полтора года. То есть полгода не отработают просто так, потом год еще отработают уже для того, чтобы подтвердить свои доходы сельхозного производства. И только после этого у нас станут сельхозными. Когда раньше регистрация КФХ давала сразу статус сельхозного производителя. Сейчас ИП, вот надо отработать практически по факту, надо целый год отработать. За полугодие не учитывается ремонтант. Ну это вот как раз, например, вопрос, в ком-то организовывая гарантия. Давайте мы его возьмем проработку, этот вопрос. Потому что он всегда был требованием любой государственной поддержки статуса сельхозного производителя. Статус присваивает налогоинспекция по результатам сдачи отчетности. В отчетности должно быть 70% производства сельскохозяйственной продукции. Тогда присваивается этот статус. Что касается фермерских хозяйств, чтобы, опять-таки, главное, были когда-то льготы по фермерам, чтобы сразу с момента регистрации уже считать его цифру ставропроизводителями. Ну, по грантовой поддержке «Агростартап» они по порядку, которые нам дали разъяснение, могут получать сразу, только зарегистрировавшись. И потом в течение полутора года выдержать этот статус сельхозного производителя. По остальным направлениям сейчас буквально была в телеграмме информация, что такое обращение поступило в Минсельхоз, Минсельхоз направлено в блин экономики. И на правительственном уровне этот вопрос об изменении присвоения статуса рассматривается. Все ожидают косвенности каких-то информации. Хорошо. Пожалуйста, еще вопрос. Ну, наверное, у нас самый больной вопрос у всех – это изобновая поддержка. Я не знаю, почему люди молчат. Наверное, рассчитывают попасть в киски. Хотя, самим голосом. Константин Георгиевич, я на прошлый раз на совещании поднимала этот вопрос и говорила, что такого ворота, как Ростовского области, нет нигде. Мне сказали, что нет, везде так. Значит, перед тем, как ехать на совещание, я подняла, потому что, знаете, в интернете абсолютно все. Я подняла восстановление по зерновой поддержке по нескольким регионам, в том числе Краснодарский край, Волгоград, Татарстан. Значит, так, как распределяется субсидия в Ростовской области, не распределяется нигде. Значит, везде субсидия распределяется пропорционально поданной заявкой. Считаем, что Краснодарский край распределяется средство областного бюджета федерального направления для субсидий пропорционально между сельскохозяйственным товаропроизводителям, в отношении которых отсутствуют основания для заведения заявок. И только в Ростовской области. Вот то, что устроен Минсекхоз, когда 500 человек собрали, значит, это везде на видео, везде подключало все сутки. Есть ответы там некоторых чиновников, которые говорят, да это вот федеры придумали сами приехать, не придумали они сами приехать. Это Министерство сельского хозяйства в своем постановлении первым пунктом написало, что субсидия распределяется тем, кто сдаст первым. Вот первый пункт. И на основании вот этого пункта, что мы сдали не первым, нам всем отказали. О том, что зерновая субсидия, которая государством мы делаем, зерновика, в связи с ним изглопала цена, почему-то у нас в единственной области привязали к животноводству. В связи с этим каждый раз, значит, в прошлый год, в этом году два раза, в прошлый год говорили, вы не получили, будут дополнительные средства, вы получите. Два раза уже получали. Как получали определенные лица, так они получают каждую субсидию. Примерно около 20% хозяйств забирают 80%, ну и там некоторые кочуют из приказа в приказ. Кто не получал, тот и не получает. Скажите, пожалуйста, почему мы не получаем средства, зерновики, те, что для нас выделило государство? Почему, если каждый раз мы подаем заявки, каждый раз на нас денег не хватает? Почему в Ростовской области не распределяются средства, как в других регионах, пропорционально поровну на всех? Почему их получают только избранные? И когда это прекратится? Я предлагаю от имени фермера, от имени присутствующих, и собрать подписи по регионам, по районам. Вот, почитай, что в соцсетях говорится. Значит, написать в первую очередь на прокуратуру и на нашего губернатора. Если не будут уже реакции, значит, выступать дальше на Москву. Значит, я вот предоставлю, я пропрашиваю, с юридической точки зрения, значит, вы предоставили, вы можете сами достать, что везде, во всех областях пропорционально выделяются деньги. Только в Ростовской области, тем, кому захотели. Все, Татьяна, отвечаю, значит, на счет всех областей. Посмотрите Астрахань, посмотрите Тамбов, посмотрите Смоленск. Три из восемь. Посмотрите, второе, значит, у нас принято решение о приоритетности. Это не значит, кого-то исключили. В приоритетном порядке, в первую очередь, субсидия выдается молочному животноводству, вторая очередь мясному животноводству, и третья очередь, к сожалению, до нее не доходит. То, что касается пропорциональных схем, значит, они сейчас опротестовываются Министерством сельского хозяйства, там все-таки требование платить 2 рубля, и это требование, и это вы видели даже в докладе президенту звучало, цифра 2 рубля на килограмм, или 2 тысячи на тонну. Значит, то, что сейчас делают наши соседи, пропорционально выдавая, можно и нам перейти на эту схему, но это схема размазывания тонким слоем. Если мнение большинства фермеров такое, давайте мы его будем учитывать. Я же не закрытый от критики. Если считаете, что поддерживать именно молочников, которые сегодня падает цена, и вопросы, но не задают, потому что действительно получают серьезную поддержку. Задают личные подсознанные хозяйства, а молочные хозяйства сегодня поддержаны через зеленовую субсидию. Мясное животноводство, я вам скажу, вот сегодня во втором транше, вот в том, который вы про очереди имеете в виду, у нас уже принято, мы видим, значит, порядка 43 получателей, 145 миллионов рублей, это КФХ, КФХ, которые имеют мясной исход, значит, получат 145 миллионов, и 10 КФХ, которые получат 38 миллионов по молоку, вот в этом транше. Всего будет, именно крестьянское фермерское хозяйство, получено во втором транше 183 миллиона, это 31%, поэтому даже вот про ваши 80% в одни руки я не согласен. Значит, еще раз говорю, если ваше мнение все-таки такое консолидированное, и вы на своей конференции можете это даже себе в решение записать, мы будем слушать, мы будем прислушиваться. В отношении очереди это было правильное решение, а как мы по-другому хотим, чтобы эта фулуарная очередь распределилась, вы в упрек ставите, что первый пришедший становится первым, а как по-другому? А кто должен быть первым, если средств не хватает, если их не хватает? Поэтому, ну вот принято решение, простая советская очередь, вспомнили ее, где люди выстраиваются, и где никто не скажет, что впереди меня пропустили, или где-то он боком зашел. Вот тут, кстати, наши документы и правила были проверены прокуратурой, они согласовывались при принятии прокуратуры, и уже после известной очереди были истребованы еще раз на проверку, поэтому в этом плане законности я совершенно спокойно за не сердце, здесь сколько лет. Но мнение еще раз его готов к вашему случаю. Если вы считаете, что вот та поддержка отдельная по мясу, которую мы сейчас предусмотрели, как я сказал, 140 миллионов мясники, вот именно КПХ получат, молочники получат, и компенсируют падение той молочной цены, вы считаете, что надо толкным слоем все это разделить на всех, но будем идти по пути соседних регионов. Минстантин Николаевич, вы всех, единого человека, потеряли в земле. В прошлый год цена упала почти в два раза. Потеряли всех. Почему получат, и на всех на нас государство выделило деньги, чтобы помочь всем, кто потерял в цене. Почему у нас из постановления постановления выкачуют одни и те же списки. Почему все остальные не получают, чем я хуже тем. Считайте, нужно поддержать животноводство, давать определенную субсидию на животноводство. Почему земновая субсидия перераспределяется в пользу животноводства. Почему земновики не получают те деньги, которые для них будет предусмотрено государство. Земновики должны надеяться, что государство исполнит то обещание и выплатит земновую субсидию полного дела. отлично это знают. Вы достаточно на нас оставляет эти животноводства. Вот цифры говорят о том, что мы приняли документы по второму гранту более 5 миллиардов, а финансирование 500 миллионов. То есть, вопрос еще раз, как их разделить? Вот, понравится нам, не нравится, советская очередь. Давайте разделим на всех форумов, но мы когда забудем о молочке, забудем о приоритетности молочного, мясного, животноводства и как бы аннулируем то направление и скажем, вы все в общем ряду. Сегодня принято такое решение поддержать эти отрасли. Если вы считаете, что это неправильно, все-таки не по 2 рубля или там по 1,5 рубля, рубля 40, а давайте по 140 рублей получать, 10 раз. 10 раз надо, но воздать всех. Мы только за это. 5 миллиардов, если бы было финансирование 5 миллиардов для новой субсидии, вопрос бы не стоял. Первая очередь, вторая и последующие все бы получили это деньги. Ну, наши функции, как говорится, общественные организации и власти, они, конечно, все-таки разные, но партнерские. То есть, чтобы выделяли больше органов власти, вы, конечно, не можете там поднимать эти вопросы. Сколько дают, сколько дают. А мы-то дали для чего? Для того, чтобы это было больше этих дел. Мы не противники, ну, я имею в виду власти, общественные организации, не противники развития региона. Наоборот. Хорошо. Александр, давайте вместе первое, первое, это услышать друг друга, и второе, добиваться все-таки исполнения по финансовым объемам этой субсидии. Если ее сейчас выделяют одну десятую, то, конечно же, возникает вот так, и люди. подавляем. Подавляем. Я не знаю, по регламенту полутистами, но все-таки представлюсь, парасенки есть вопрос в район. У меня вопрос такой, ну, тут о цифрах говорили, говорим, одна десятая. Вот я в прошлом году потерял 30 миллионов. В этом году я не смог прокрадитоваться, потому что баланс не тот, днем, что у меня низкая по сравнению с прошлым годом, и всем наплевать, что балл продукции выше на 500 тонн. Проблем много. В этом году госпитала, весна, и так далее. Иногда считаю, что в первой очереди стоят вести и на очереди коза воду, и так далее, я не против, как приоритет и орфиса. Но почему за мой счет? Есть много субсидий. Я смотрю, перед тем, как вылипали эту субсидию, была субсидия на запросы в городах, закупки корневых. Тем же, не сникало. Но есть. То есть, есть профильные субсидии, которые спокойно можно выдавать. Когда выдаем кому-то ответ, тогда будет вопрос, а почему его не будет. И в этой ситуации гораздо приоритетнее было бы толком слое. Я больше, чем уверен, что фермер, получивший 50, 60, 80, 100 тысяч, они бы ему помогли сейчас. Купить там на 20 метрах субсидия, потому что надо 4 раза пшеница пропадать, подогониться, и так далее. Было бы гораздо проще. Потому что проблем много. Критерии получения субсидий, ну, очень много. почему не субсидий, допустим, один критерий, простые, финансовые, ты платишь налоги, ты зарегистрирован, ты сельхознавропроизводитель, получи законные свои 500 рублей. Ты застраховался, получи еще 200 сверху. Крс, у тебя есть, получи еще сверху. Плюсом, но сделай одну, вот эту, минимальную, чтобы ее получить, реально, как будто, в этом году так много сейчас. Даже, просто, иногда, морально это было бы проще, что ты не просто так никаких документов привез, не просто так отстоял. По поводу очереди, есть у нас господство суббитов, есть у нас в ГИС, в конце концов, где все наши объемы прошли, где все видно, мы уже по многим способам отчитываемся показываем и кто мы, где мы, что мы. Уже и тем не менее мы постоянно тракулируем что-то. Я знаю много коллег, которые привезли документы, разворачивались и уезжали, потому что не было доверенности. То есть это вообще, я представляю, человек проехал 250 километров, встал в 3 часа утра, приезжает в двери, где доверенность? Ну, не знаю, хочется рвать и не так от той ситуации. Знаешь, здесь еще эмоциональный напряг такой присутствии. Тут вот просьба в том, чтобы подумать, не знаю, когда-нибудь о том, чтобы сделать какой-то минимальный размер субсидий для сельхозного производителя, который, у которого нет КРС, который не привлекает пчелогозов, у которого ничего нет, он только выращивает пшеницу, подсолнечник, соль, лен, вот он этим занимается. У него к этому не жильтяк, у него людей нет, чтобы выращивать. КРС там, пчел, завтрите, еще в животе. Но он платит исплавный народ, он зарегистрирован, у него все-таки «А, она с ним не есть». Все, нормально. Почему он не может получить эту субсидию? 30 миллионов потерять? 30 миллионов! И потом еще и нервная информация потерять. Да дайте хотя бы 600 тысяч, я на 600 тысяч куплю фундитета, чтобы свои полторы тысячи обработать. Куплю, найду и обработаю. Размашьте тонким словами, хотя бы раз. И посмотрим, как это такое. Спасибо. Да, безусловно. Слышали, но вот 30 миллионов вы потеряли в результате падения цены. Я думаю, не действий не целькоза, а пошлин. И я скажу, по целому Россовскую область миллиардами вещества, десятками миллиардов, это цифра, если мы сегодня посчитаем, на те объемы прошлого дня зерна и по какой цене вынуждены продать. Поэтому, понятно, что о компенсации этих потерь вообще не идет речь. Но второй, конечно, в очереди перед ней целькоза мы не допустим, мы слышали ваше мнение. Хотелось бы, конечно, выполнение обязательств по объемам. То, что когда обводились эти послины, было обещано, что они все вернутся в село. И наша потребность сегодня драматнейшая. Потребность, думаю, после текущего урожая будет еще больше, потому что он будет продаваться и, возможно, получать субсидии будет еще больше получателей. И что с этим делом, мы еще будем много-много внимательно думать. Была тема поддержать железнодородство в расчете, что все-таки транши будут более объемными и дойдет очередь до зерновой субсидии. но практика показывает о том, что не хватает. Да, вы еще спросите. Про Литарский район вопрос, Андрей Александрович. Садим Николаевич, много было сказано по этой послании, я не буду здесь повторяться, но знаете, поддержку молочников и мясных скотоводов, да, это хорошо, это приоритетное направление, нужно это направлять, а мы тем самым не забудем зерновое производство, понимаете, сегодня я слышу от многих, кто-то там сокращает удобрения, я не имею в виду там по сложным удобрениям, даже и по азотным удобрениям, то есть приоритета нету, хотя у нас основное направление это зерновая культура, там 60-70% мы ее используем, поэтому здесь тоже нужно как бы внимание на это акцентировать, понимаете, а то мы одно будем развивать, а другое у нас потянет, понимаете, естественно, я хочу сказать, да, это несправедливо, как мы все сегодня у нас есть телефоны, интернеты, все прекрасно знаем, читаем, кто у нас получает, сегодня уже, знаете, одни и те же лица у нас надо немножко, наверное, как человек сказал передо мной, давайте размажем пусть по 500 тысяч, да, по 200 тысяч, но мы получим честно, справедливо и правильно, а так получается, я тоже как бы вкладываю в это зерновое производство, получая неплохие урожаи в прошлом, и в этом году будут они неплохие, поверьте мне, но, понятное дело, считать надо цепляться, сами знаете, где в складе там, вот, это так и зерно, поэтому мы еще посмотрим, а будет ли этот урожай или не будет, потому что сегодня на фоне этих обильных дождей мы тоже видим и голос неполноценно созревает, ну, вернее, созревает, конусообразный он сегодня, на сегодняшний день, потому что когда во время цветения сегодня все поотбило, поотбило, поэтому будем считать, сегодня пока зеленая масса хорошая, поэтому, знаете, чтобы у нас не получилось, потом мы съехали на на пшенице вниз, спасибо. Хорошо, ну, по голосу, я скажу, у нас еще и опасность получить фуражное зерно, которое потом будет сложно продать сегодня, промывание азота очень глубокое и погодные условия не все удалось подкормить, вот, услышали, еще раз повторяю, нехватка средств, вот такую, из-за этой нехватки, острой нехватки, возникают вот такие вот у нас трения, но я уверен, что и 20 копеек, или 15-20 копеек, они тоже не спасут ситуацию, размазывание тонким слоем, это тоже не решение, ничего, оно не задумает, и не добавит, и не улучшит, вот, если еще раз говорю, фермеру мнение, что надо разделить всем по справедливости, те кроки, которые есть, будем думать над этим вопросом. И только ваш банк не отказал, причем только ваш банк не работает электронно, электронно не регистрирует заявку, не работает с электронно, а бороться, когда будет банк работать электронно, с хозяйством? Вы, наверное, не совсем владеете ситуацией, то есть мы электронно регистрируем заявки, в том числе и через сайт, который мы сейчас говорили. я не подаваю электронную заявку, мне ответ пришел, мы передали вашу заявку в банк, с вами связаны со мной, вот это электронная заявка, не говорите, что я не привлечу ситуацию, но не рассказываю. Татьяна, ну, я понимаю, что у вас, не страстная любовь, ну, потому что вы тут работали. Я, как бы, не совсем честная, я могу определить грань, это любовь к камней или любовь к банку, но мы с вами дотягиваем. Вот давайте, чтобы мы в Балаган не превращали эту площадку. У нас, значит, спросит фонд банков. Работа больше в районе, больше десятка хозяйств. Кредитный портфель был больше 60 миллионов. На сегодня остались два хозяйства с кредитным портфельем 10 миллионов. Это не только я. Если вы только ко мне лично, я еще раз говорю. Это, в общем-то, прослушайте другие фермы. Ну, Татьяна Леонидовна, значит, вы показатели банка лучше меня знаете. Больше ничего не могу сказать. Если у вас есть личные вопросы, я готова, не в рамках этого мероприятия, чтобы в Балаган мы его не превращали, с вами еще раз подискутируем. Ну, мне хотелось бы, чтобы больше уделяли внимание малым формам собственности. Недостаточно вы корректируете в ИПШ. Есть такой грех у вас. Мои опорации человек 17. Два человека у вас осталось только в банке. Заявки рассматривайте долго. Сегодня на улице совсем другие отношения. Нам приятно работать в Центр Инвестор. Я ничуть вас не укоряю, но тем не менее клиент ушел в Центр Инвестор. Работать нам более быстрее, быстрее. Деньги нужны сегодня. Вы знаете, как в сельском хозяйстве, да? Через три дня они уже не нужны, и это уже поздно. Это не стоит делать, не стоит клопа обрабатывать, покупать средства защиты, растений. Поэтому менять вам работу надо. Чем быстрее, тем лучше. Мы говорим на эту тему и на съезде, и в Ростове, и на встречах лично с вами. Но ВОЗ и мы не там. Прошу на это обратить внимание. Алексей Вячеславович, я тоже вас очень люблю. Конечно же, я обращу внимание. Я не могу без ваших комментариев ни одно совещание провести в вашем присутствии. У нас с вами любовь взаимная. Но у меня, правда, по-женски искренне, а у вас по-мужски, да, там, бьет, значит, любит. Мне единственная просьба. Я не нашла в зарегистрированных пролетарский аккорд, то есть, ну, легитимность полей, я его не нашла. Это раз. А второе, вот рядом, если я не ошибаюсь, как раз наш проблемщик сидит, который нам даже, начиная с тысячи рублей. Да? Это же вы? Да. Нет? Нет, перепутала? Ну, прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Он не сидит, хорошо, рядом с вами сейчас. Но он в том числе в так называемом вашем окорок состоял. За которого вы что сказали? Я не ручаюсь. А, вы за садскую? Да. А почему вы сейчас не знаете, что-то плохо беда впереди? А когда беда, случилось, вы звоните Алексея Вячеславовича. Алексей Вячеславович? Так не делают. Прежде чем клиенту дать, тем более нашему клиенту, Сокор, это новорожденный малыш, это грантовщик. Понятно, что у него тысячу проблем. И на грантовские деньги он не смог выскочить, потому что были долги. Я его тянул 3 года. Ферму дал в аренду, корм давал в аренду. Все, помогал. Но прежде чем, дать кредит, надо было пригласить председателя хора и просто побеседовать. Даже было достаточно в телефонном режиме. Было бы все прекрасно, если бы выдали кредит и опять мне позвонили, что мы выдали Сацкову кредит. Мы бы его освоили так, как положено, только на закупку скота, как там было написано. Но вы опять же не позвонили. А позвонили, когда же просрочка прошла. Алексей Шалович, ну давайте, это такое уже... Лариса Валерьевна. Я говорю, за вид клиентов, которые ребята работают и идут по зеленый свет быстро и шустро. Вот им надо помогать, и вам приятно. Мы вам деньги будем зарабатывать. Спасибо. Я говорю, вы, наверное, больше знаете меня, что происходит в пролетарской территории. Другие комментарии? Я оправдываться сейчас не буду. Все, спасибо большое. Зовут меня профессор Денис Валерьевич. Я из Червкова, село Михаилово-Александровка. На сегодняшний день являюсь продолжателем дела своего отца. В 94-м году стал фермером, как многие в тот момент. Стоял у истоков корпорации Червкова, Червковский фермер. Меня здравствует он был в числе учредителей этого корпоратива. Мы сегодняшний день трудимся в селе Михаилово-Александровке, где с нами еще трудятся 6 ПФХ. Было 12, осталось 6. Еще есть трое, но они, по-моему, что ли ПФХ, почему? Не помню, не знаю. Когда я напускался из школы в далеком 2000-м году, не совсем далеко мы, не менее. В школе училось 285 детей. Сегодня 81. Тенденция крайне плохая, если не сказать хуже. Причин этому прям, скажем таки, масса. Сначала это было отсутствие работы, где работать, как зарабатывать. Теперь это отсутствие школы. Школа есть, научиться там очень сложно, в ЕГЭ нужно зарабатывать на репетитора. Дальше пошла больница. Не только в селе, в районе. Она уже больше, напоминает какую-то амбулаторию, чем районную больницу. То есть отсутствует родильное отделение и так далее. То есть люди понимают, что жить на этой территории невозможно. А это большая, блин, территория. Там несколько европейских стран на территории черковского района поместятся. Какой-то внятной политики государственной по поводу поддержки, ну, не совсем видно. Да, деньги вкладываются. Не хочу сказать закидать шапками все это делать. деньги выделяются. И огромные деньги. Отремонтируют парки, есть дороги. И даже лучше, чем рядом в Милеровском районе. Это, наверное, заслуга нашей главной администрации. Вопросов нет. Но динамика очень плохая. Когда закрывали роддом, писали все письма на тему, что вот, как же вы закрываете, что же написали все. Депутаты, фермеры, руководители предприятий. Все понимали, что это проблема. Нам сказали, что содержать врача в нашей больнице в Черковске это дорого. Ну, дорого. Теперь хочется спросить, а дешево тем людям, которые едут из далекой тихой журавки в Казанку и в Камен с кражами. Им дешево интересно или нет? Причем это делают за свои счеты. Проблем много и хотелось бы, чтобы был комплексный подход к этому, так как население сокращается. Из 1555 жителей на 90, по-моему, не помню такой год, на сегодняшний день зарегистрировано тысяча, но проживает порядка 600. То есть, полторы тысячи села, а сейчас 600. Насколько мы уникали? Проблемы, соответственно, с работниками, с сотрудниками и так далее. Это как бы подтверждение слова, сказанное в Самосемье, что мы, село вымирает, а село на сегодняшний день всегда было. Есть, не знаю, как на сегодня, как ученые думают сейчас, но всегда село, это было, это фундамент для города, это демография, движение вперед и так далее. Сейчас, может быть, картина меняется, но делать вектор на укрупнение сельхозтавропроизводителей, но это, грубо говоря, масс-маркет, это люди, это организации, которые производят массовый продукт, не всегда качественный, не всегда, как и даже, надо сказать, и успешно они это производят. Мы все знаем, что фермерский продукт, он гораздо качественнее, он гораздо чище, и хозяин на земле всегда должен быть, а хозяевство, мы на земле очень бескорбно. Дальше вопрос. Сколько у вас сейчас без людей осталось хуторов? Хуторов? Значит, на территории Михаила Александровского сельского поселения было три хутора. Полтновая Полтава, Каменная Балка и Карповка. На сегодняшний день ни одного хутора нет. Домов там нет, они уже разрушены, то есть туда вернуться нереально. Хутор это был бригада при колхозе, это понятно. Но хуторов не осталось. В самом селе уже оно скукоживается, уже порядка там 600-600 дворов, не больше. И как пастбище используются? Пастбище используется хозяйствами для выпаса КРС, то есть люди, которые приходят из Миллеровского района, двое. Процентов 40 зарастает кустарником, потому что там никто ничего не выпасает. Земля-то обрабатывается фермерами, но есть для развития бизнеса все, железная дорога рядом. В принципе, находимся до Ростова, до Воронежа, одинаковое направление. Фермер более 30 лет. То, Александр Максимович историй рассказал, то же самое, все это мы проходили, но я хочу тоже продолжить тему вот о селе. ведь фермерство создавалось в том числе и для того, чтобы сохранить хутора, отдаленные, населенные пункты сельские. Если кто следит, где-то по телевидению, кто-то в сетях, недавно Валентина Ивановна Матвиенко предложила популяризировать жизнь в сельской местности для молодежи с тем, чтобы молодежь, ну, наверное, городская, переезжала в село. Хотя там она предложила проанализировать состояние медицины, состояние образования и добавила, что если это станет реальностью такие условия нормальной жизни, как в городе будет, то молодежь поедет. А вот о чем и речь. Александр Максимович, вы предлагаете правительство. Раз такую тему поднимает третье лицо государства, Совет Федерации. Есть предложение, не знаю, есть опыт, когда АКОР проводит парламентские слушания вместе с Думой. Давайте обращаться от нашей конференции или, может, от имени федеральной АКОР лично к Валентине Ивановне и сказать, что эта тема очень правильная, своевременная, а может, не только своевременная, мы уже опоздали. Мы уже опоздали. Но сегодня нужно реально показать, звать горожан, молодежь. Если там нет интернета, он вообще туда не поедет. Вы представляете, что такое молодой человек, они сегодня, их интересы совершенно другие. Если там нет работы, куда его звать? Если там нет жилья, где он будет жить? А сегодня реальность такая же, как в Черковском районе. я был депутатом Матвеев-Курганского сельского поселения, районным депутатом. Когда административная реформа проходила, присоединили Марьевский сельский совет, где было село и еще три хутора. Матвеев-Курганское сельское поселение. Создали огромный Матвеев-Курган и еще там 8 или 9 населенных пунктов. Сказали, вам там будет хорошо. Конечно, хорошо. Автобусное сообщение, о чем не говорили, отсутствует. Сегодня его нет. Мишусте там дал поручение разобраться. Так ушли водители, которые не вернутся. Сегодня, чтобы автобус ездил, надо найти водителя. Это огромная проблема. Медицинское обслуживание точно такое же. Родильное отделение закрыли, сказали, поедете в Таганрог. Когда была пандемия, заболели врачи в Таганрогском родильном отделении ездили в Ростов. То есть, что это такое сегодня? Дороги. Владимир Владимирович проехал Путин, Гуково, пункт этот увидел, дал команду. Сегодня все пропускные пункты в Ростовской области начали расширять. По поручению губернатора реквизируют землю, в том числе у кого-то из наших фермеров, наверное, в Матвилкурганском районе, Куйбышевском, Неклиновском. мне предлагают, если будете встречаться, пускай сенаторов пришлют и посмотрят не то, что в районных центрах, а там примерно уровень жизни близкий к городскому. Но как живет глубинка сельская, вот это нужно видеть. и почему сказал, что поздно уже, наверное, опаздываем. В 2018 году губернатор в то время Белгородской области Савченко Евгений Степанович, уважаемый многими, в том числе и фермерами, потому что он сохранял, развивал и сельское хозяйство, и сельские населенные пункты там были, значительно лучше жили в селе. Даже он в 2018 году на международной конференции развития ФК выступал с темой пространственное развитие сельских территорий и сказал, что село вымирает. И что еще один поколенческий цикл, это примерно 20 лет население России может уменьшиться в полтора раза. Ну, может быть, тут он преувеличил, но в прошлом году естественная область в России, вы знаете, наверное, 600 тысяч человек. И каждый год мы убываем. И одна из причин, потому что село так живет несколько лет, в селе рождаемость ниже, чем в городе. Такого никогда не было. И он там назвал, откуда найти средства и как. Во-первых, поддержка малых форм хозяйства, переориентировать крупную бюджетную поддержку на малое. То, о чем сегодня спорим, говорим, но это говорил губернатор, не только фермер. Ладно, когда нас там не слышат. Второе, прекратить урбанизацию. Но сегодня и ростовчане, я думаю, не рады тем застройкам, когда инфраструктура социальная не успевает за этим расширением, когда детей будут учить во вторую смену, когда тебе рядом, где живешь, ты не найдешь школу, детский сад, надо везти в одну сторону, на работу ехать, потом в другую и так далее. Но никто этот процесс не останавливает. Когда-то Набиулина, возглавляя Минэкономразвитие, сказала, что надо убирать там даже вплоть до того, что вот эти моногорода и людей переселять проще. Но вот сейчас этот процесс идет, его никто не останавливает. Поэтому за счет даже урбанизации он сказал, можно оттуда сто полутора триллионов денег высвободить. Но процесс настолько запущен в обороты эти идут, что по Ростову мы сами видим. Но тем не менее об этом нужно говорить. Субтитры сделал DimaTorzok